Несмотря на близость войны, здесь открываются новые кафе и креативные пространства. Сюда приезжают украинские звезды и деятели искусства. Город преображается. Наша команда за 7 дней посетит несколько культурных инициатив, которые открылись в городе совсем недавно. Мы находимся на одной из старейших улиц Мариуполя. Когда-то в этом здании располагалась синагога. В советское время здесь находился спортзал. Ну а теперь здесь поселилась арт-платформа с очень интересным названием «Тю». Организатор «Тю» Диана Берг переехала в Мариуполь из Донецка еще в 2014 году. До начала конфликта на востоке Украины она работала графическим дизайнером. Мне просто захотелось приехать как можно ближе к дому и делать что-то, чтобы не допустить второго Донецка, оккупации. Все, что работает на культуру, работает против войны. Так Диана объясняет цель существования в Мариуполе ее организации. Плоскость искусства, творчества и культурная плоскость – это то место, где возможен самый эффективный, самый все-таки, наверное, близкий и быстрый диалог. По задумке Дианы, литературные вечера, рок-концерты, перформансы на улице помогают жителям Мариуполя больше узнать о современной культуре. По приглашению «Тю» в город приезжал писатель Сергей Жадан, группа «Дахдотерс», певица Марьяна Садовская. Мариупольцы также помогли организовать выступление художницы Марии Куликовской на заминированном пляже. Мы не даем им пережеванный, готовый, быстрорастворимый какой-то культурный ивент, а делаем что-то, делаем такие вещи, предлагаем, которые ставят вопросы, на которые приходится самим искать ответы. В арт-платформе проходят не только развлекательные мероприятия, но и серьезные дискуссии о защите прав женщин, ЛГБТ, переселенцах и инвалидах. Каждый может прийти и узнать для себя что-то новое. Общественные и культурные проекты в Мариуполе организовывают не только переселенцы. И сейчас мы подходим к зданию бизнес-центра, в котором находится свободное пространство Халабуда. Арт-директор Галина Балабанова объясняет, что ее Халабуда – это место для различных занятий. Здесь проходят мастер-классы, тренинги по неформальному образованию. Мы запустили курс по фото для всех желающих и начинающих. В принципе, вы можете просто прийти к нам в свободное пространство, почитать книжку, встретиться со своими друзьями, поиграть в настолки, либо, если вы представитель общественной организации, провести здесь встречу. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Галина Балабанова Галина, как и Диана, говорит, что в городе сейчас бум новых гражданских и общественных инициатив. Сейчас происходит, мне кажется, более осознанный бум. Да, он действительно есть. После какого-то затишья, вот некая стабильность 2011-2013, потом конфликт, у нас произошло такое затишье на протяжении нескольких лет, и вот теперь это все вырастает в осознанное стремление создать культурный имидж города, мне кажется так. Новый имидж Мариуполю предложил Сергей Родионов. Он считает, что стимулом для развития Мариуполя стала энергия волонтеров. А потом, когда все становилось более-менее стабильно с обеспечением армии и в целом почувствовался в безопасности, эта энергия, ну, она сохранилась, и люди захотели просто делать свой дом лучше. Но несмотря на огромный потенциал гражданского общества Мариуполя, без поддержки иностранных доноров развивать новые инициативы пока сложно. Это не частный бизнес, который приносит множество доходов. Это стандартная волонтерка, и в принципе мы выходим уже на самоокупаемый уровень, мы готовы поддерживать свой волонтерский центр, что и происходит. Плюс нам помогают, естественно, гранты, грантовые деньги. К счастью, у нас в этом плане есть помощь от проекта UCBI, украинская инициатива с подвищением впевненности. Это проект USAID, который в нас поверили. Эксперты считают, что международные организации Мариуполю помогают не только восстановить объекты инфраструктуры города, но и поддержать местную уникальную идентичность. Благодаря донорам, капиталам, которые постоянно находится регион, и эти просторы есть фортпостами формирования современной идентичности и развития культуры в Мариуполе или в любом другом месте, где эти просторы открываются. КОНЕЦ